Приветствую всех любителей вышивки! С вами Оксана Дереза. У меня видео сегодня о покупках. Кто-то по открыточке уже узнал, что это магазин Пчелка. Давайте покажу вам, потихоньку показываю, что я покупала. Вот небольшое количество мулины. К сожалению, я в закупку там кое-что заказала, что-то было в наличии. Но далеко не все было на складе на момент закупки, к сожалению. Но вот все равно по хорошей цене они мне достались. Поэтому я все равно довольна. Все равно довольна. Это на мои многоцветки. Пойду сейчас разложу их все, куда нужно. Кстати, тоже на многоцветки пришли у меня вот такие 5 штук органайзеров. Пожалела, что заказала 5, надо было штук 10 себе заказать. Мне понравилось работать. Вот, кстати, вот подойдет на обратной стороне, да? Классно так? Наши ришки. Классная открытка. Так что вот про органайзеры. Это тоже на определенный процесс, на многоцветку. Большая многоцветка будет. Мне эти органайзеры понравились для многоцветок. Именно классно с ними вообще. Да, можно, потому что и припарковать, и развешать пасмы. Мне понравилось с ними работать. Классные. Надо было заказать штук 10. Ну, чего уж теперь. Заказала 5 штук на определенный дизайн. Этот дизайн ждет. У меня еще кое-что там важное для него должно приехать. И как только все приедет, я... И, кстати, здесь и часть ниточек именно тоже для того дизайна. Вот. Да, 550-й. Для этого дизайна. А 815-й у меня для... Давайте, что же я вам к такому красоту? Такие конфетки показываю в пакете. А не потому что... Обожаю, я обожаю их. Вот это вот у меня для королевы драконов. А вот это у меня для эльфа. Королева драконов от Надежды Льиной. Эльф у меня от Анаяки. Вот. Это тоже для Анаэльфа. А вот 550-й. Тут 37-40. Это... Вот эти. Это для аметистовых снов. Не буду уже интригу таить, какой процесс ожидает меня новый. Это для аметистовых снов от Атольги Башкировой. Это будет рубрика «Вышиваю подарки». Потому что схему мне подарила Джульет Крустич на нее. И у нас запланирован совместный старт с ней. И еще одна девушка будет с нами. Но вам Джульет сама все расскажет. Вот. Еще одна важная вещь, почему приедет, которую тоже я заказывала. именно под этот дизайн. Точнее, даже две. Даже две. Жду две посылки. И как только все приедет, буду начинать. Вот так я посуршу вам немножко зерники. Еще вот заказала на таком вот гаммовские. Это иглы для удаления затяжек, как называют. Да, ручная фея. Видите, здесь два размера. Больше и меньше. У меня есть ручная фея от фирмы Prim. Но вот здесь, что мне понравилось, это то, что здесь два размера. И вот на конгресс-трамин размер поменьше. Самое то. Все-таки вот побольше. Она такая толстоватая. Я считаю, игла для конгресс-трамина. Вот у меня здесь, кстати, она есть. Я ее погнула своими ручками. Вот она побольше, видите? Так, немножко, но побольше, чем от гаммы. Давайте мы ее... Я же ее заказывала для этого. Давайте мы ее и сверим прямо сейчас. Вот они в чехольчиках таких. Ну, у меня такой тоже был чехольчик от иглы Prim, по-моему. Но куда-то я его потеряла. Вот это прям гигант какой-то. Гигант-гигант. А вот надо... Давайте сверим мелкие. Мелкую с Primовской. Насколько разница? Потому что Prim, она мне толстовата и большевата. А они одинаковые, прикиньте. А я-то думала... А я-то рассчитывала. Ну вот, не угадала. Ну, наверное, меньше и просто их и не бывает. Ну, ладно, что ж теперь. Еще приехал у меня кусочек ткани. 50 на 55 сантиметров. Это Аида. Аида тонированная. Вот такая. Свайгард. Видите? Какая она классная. У нее артикул идет... Сейчас сразу покажу. Цвет 3000-009. Это как у Белфас тоже с разводами винтажными. Кэшел есть вот такой вот. Это такого вот. Такими винтажными разводами. На одной стороне гладкая, на другой стороне тонированная. И этот кусочек я заказала, чтобы вышивать. Я вот думаю... Вот у меня есть вот такой дизайн. Французский, да? И вот такой французский дизайн. Сейчас я тут тоже открою и покажу. Но вот этот он побольше. Вот этот он побольше. Здесь размер, видите, какой? 339 на 402 стежка. И я вот думаю... Здесь все ДМС вышивается. Я думаю, что если вот на таком вышивать, мне кажется, будет красиво смотреться. На таком винтажном. Как мне кажется. А вот для этого этот поменьше. И здесь шелком вышивается. Это 299 на 323 стежка. Вот такой вот. На него у меня вот такой есть. 18-ая эда. Я надеюсь, что он у меня поместится на 18-ую эду. Он, видите, такой весь. Интересный. Сделанный, тонированный тоже. Ну, тоже здесь четверть метра. Идет вот такая вот красота. Потому что у меня вот этот он точно сюда не войдет. Вот посмотрю. Как вам кажется, будет подбор. У меня... Ну, ДМС у меня его вообще кучу все сложила. Ну, планирую вот вышивать... То есть 22-ая эда, да, это эквивалент у меня 40-го каунту. Такой, знаете. А это вот... К этому у меня шелковые нити. Это с водальжи шелковые нити. Тоже буду вышивать в одну ниточку крестиком. Они такие, как мне кажется, немножко потолще, чем ДМС. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но они вот такие вот. Немножко потолще, наверное, нет? Ну, посмотрим. Посмотрим. Такие мягенькие, прикольные. Ну, в общем, и все. Можно начинать. Я довольна так. Вот этот, наверное, все-таки вот... Так как каунт поменьше, наверное, все-таки вот этот у меня сюда. К этому. Он такой винтажный, мне кажется, будет смотреться. И не должно, вроде бы, как сливаться никаких оттенков. Хотя можно было бы и серый такой заказать. На сером тоже здорово смотрелось. Как мне кажется. Ну, такой красивый-красивый. Кстати, смотрю, тут так стянуто, что ли, все на отшиве. Ну, красивый. Очень красивый. Как это все будет вышиваться, не знаю. Здесь вот олень, да? Олень, фазан, бамбочки. Корзины цветов. Пастух. И пастушка, наверное. Улей пчелиный. Классный такой. И очень красивая рамка, конечно. Вот такую красоту. Взяла. Ну, я, как вот, я вот вашего совета спрашиваю, как вы считаете, будет ли такой дизайн смотреться хорошо? Или все-таки вышивать уже вот этот на этой ткани, да? А для этого подбирать еще? Ну, вот пока не знаю. Вот спрашиваю вашего совета. Также вот приехали такие две коробки от волшебной страны. Это аксессуары, да? То есть материалы с материалами закончили, переходим к аксессуарам. Это я заказывала для того, чтобы вышивать набор от золотых ручек бисером. Хочу показать вам, в первую очередь, вот этот органайзер для бисера. Мне очень он понравился. Это, видите, его артикул. Вот такой. И вот еще в коробочке. Здесь также в коробочке, видите, такая вот яблочко. Хорошая коробочка. И вот он так был уложен. Красиво. Все красиво, все видно. Вот, и вот так выглядит органайзер. Не знаю, прям в коробочке хочется его хранить. Вот здесь открываешь, все на магните. И посмотрите, какое большое количество ячеек. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все время забываю, сколько? Раз, два, три, четыре. Двадцать восемь, да? И тридцать два. Тридцать две ячейки. Тридцать две ячейки. Да, они здесь такие небольшие, но зато здесь вот на работе на тридцать два цвета можно спокойно брать и вышивать. Надо только придумать, куда мне номера прибабахать, чтобы не запутаться. Вот, а так мне он понравился. Классный такой вот органайзер. Он небольшой, он такой размерчик у него хороший, мне нравится. И в то же время здесь достаточное количество ячеек. Так, сейчас я посмотрю, какой размер на коробке, да? Попробую определить. Ой, на самой коробке размера нет. Но размер, по-моему, был у девчонок ВКонтакте. Ну, и на сайте есть. А вот на самой коробке размерчику почему-то нету. Ну, вот кому понравился, вот вам его артикул классный. Вот, ну, а это сплошное баловство. Мама у меня даже спрашивает, зачем ты эту штуку заказала. Это шкатулка такая. Вот, открыла я коробочку. Вот так выглядит эта шкатулочка. Здесь внутри тоже подарочки. Такой магнит. И, кстати, можно иголочки найти магниты, да? Он здесь на липкой ленте. Ну, вообще он для этого. Наверное, для каких-то вот таких вот штучек. Здесь тоже, видите, какая-то игрушка. Снеговик, наверное. Вот. Я так думаю, это подарки. И вот шкатулочка. В нее можно положить ножнички, ниточки, иголочки. Классно. Мне вот это баловство-баловство, но такое прикольное. Мне так оно понравилось. Наверное, вот так делается. Очень понравилась эта шкатулка. Прям я не удержалась. Пусть баловство. Но мне нравится. Вот, к вышивке набора от золотых ручек я готова. Надо только начинать. Куснапы. Точнее, рамка пяльцезборная. Прямоугольная. Размер 28 на 43 сантиметра. Ой, вообще. И я вот решила, что я буду покупать себе этот Химлайн. По-моему, это и есть Химлайн. Но, хотя здесь я не знаю, что тут. Да, продукт компании Химлайн. Потому что они вот разных-разных размеров. Я жалею, что я не заказала себе 20 на 20. Вот. Потому что можно делать из них такие трансформеры. Можно потом разных вариаций, размеров делать рамки. И будет классно на разные процессы. В общем, я себе заказала большую. Надо, пожалела, что не заказала 20 на 20. Буду ловить ее на Валберес теперь. Что ж подороже? Ну, что ж теперь делать? Потому что мне срочно надо, как оказалось. Когда я сделала заказ у пчелок, я этот момент не продумала. Хорошая мысля приходит, а посля. Ну, теперь что? Теперь надо будет что-то думать, чтобы вот себе 20 на 20 эту рамку обязательно купить. Или в городе посмотрю. Или на Валберес посмотрю. Посмотрю, где цены под деком демократичнее. Так как я так глянула, там так она, знаете, прилично стоит. Вот это мне дешевле обошлась, чем на Валберес рамка 20 на 20 сантиметров. Так что такие вот дела. Класс. Супер. Я ждала, прям ждала. Ну и гвоздь программы. Это, конечно, продукция Нурге. Ради чего затевалась весь заказ. То есть я участвовала в последней закупке Нурге. Тоже жалею, что заказала мало. Надо было еще хотя бы одну такую. У меня по одному есть уже, по одной штуке вот этих размеров. Надо было себе хотя бы большую. Да надо было еще по одной заказывать уже. Не жадничать. Потому что по таким ценам их нигде не купить. По каким я купила у пчелок. Это вообще супер. Но вот, к сожалению, закупка эта была последняя. Я участвовала в первой и в третьей, получается. Да, вот и она у них последняя. Это была закупка. Теперь они... Нет, они у них будут в наличии, но уже чуть подороже. Так как уже это будет не напрямую с Турции завоз. Вот, ну... Все равно очень рада, что вот по очень вкусной цене у них вот эти вот пяльца. Я прям ждала, когда они мне приедут. Срочно-срочно они мне нужны. Очень они мне понравились. Это прям вот мои теперь фавориты. Вот эти вот прямоугольные пяльца от Нургия. И рамки пластиковые. Вот, ну, сами Куснаппы, фирмы американскую, здесь нигде не купить. А вот, ну, Химлайн. Значит. Вот. Ну и вот сама-то вот ради чего всего это затевалось. И я думала, с вами советовалась. Надо, мне не надо. Это, конечно, вот этот вот держатель для пялец Нургия. Вот. То есть я все, все остальное я покупала уже до кучи. Вот он. Вот этот держатель для пялец Нургия. Я покупала диванный, да, такой настольный диванный размерчик. Который идет большой. Я не стала брать. Который там с тремя коленами, видите, есть еще взяла. Потому что почему-то скажет, что он вообще напольный. Я взяла тот, который поменьше размерчик. Давайте, тадам, его вам, его и покажу. Вот. Что хочу сказать. Я, конечно, поручила делу. Я, конечно, сама могу это сделать. Но я поручила дорогому супругу мне ее. Говорю, вытащи меня, собери, пожалуйста. Говорю, мне же приехал держатель. Вот. И даже не могу вам показать нормально. Вот. Вот так, да. Вот он выглядит. Не вмещается у меня в кадр все. Простите, лишнее я вам показываю. Вот. Вот. Вот держатель. Ну, руки. Знаете, у меня муж, когда вытаскивал его, да, тут, ну, собирал вот это, просто соединял вот эту среднюю деталь. Я, ну, женщина, что смешно. У меня такие суждения простые. Я в первую очередь обратила внимание на шлифовку, как это все гладко, классно все выглядит, цивильно все. Муж, когда его доставал из коробки, собирал, он нахваливал, но не переставая. Он прям вот, ой, говорит, какие молодцы. А кто, говорит, делал? Я говорю, ну, турки. Он говорит, ой, какие молодцы. Ты какая вещь серьезная. Вы понимаете, у меня-то есть и босс тоже, держатель. Но там таких восторгов не было. Этот же держатель был встречен просто восторгами мужа. Он там и в силиконовые прокладочки обратил внимание. И как все это сделано, обратил внимание. Он говорит, какие молодцы. И вот эти крепления, он говорит, ну, чуть-чуть, говорит, подкрути, все, он держит. Причем, говорит, держит так, что, знаете, это, вот чуть-чуть, вот, движение, все, он зафиксировался. То же самое здесь. Чуть-чуть одно движение, все, расслабилось. Чуть-чуть движение, оно зафиксировалось. Короче, ему очень понравилось. Мужской взгляд дорогого стоит, да, согласитесь. И все сделано так. Вы знаете, вот это был тот момент, когда я очень порадовалась, что все-таки заказала этот держатель. Супер-пупер. У меня босс, он специально, я уже сделала вот чисто для кустнапов, чтобы вот не дергать, нет. А на этом я буду вышивать именно на пяльцах. Когда первые впечатления просто у меня потрясные, мне все-все нравится. Ну и вот когда уже я приступлю к вышивке на пяльцах, повышиваю какой-то период времени, я обязательно вам расскажу о своих впечатлениях. Ну, первое впечатление у меня просто вот, ну, бомба. Классная вещь, классная штука. Вот, я очень порадовалась, что я все-таки заказала эти пяльцынорки. Ой, это держатель для пяльцынорки. Вот, так что я поздравляю себя тоже с этим выбором. Вот, я очень-очень довольна. И цена, конечно, была у пчелок, на нее, ну, вообще такая вот хорошая. Очень приятная, я бы сказала так, как и на пяльце, по сути. Ну и под занавес покажу вам. Вот, приехали, наконец-то. Спасибо тем, кто поделился со мной ссылочками. Приехали ко мне, наконец-то, Алиэкспресс. Это уже не от пчелок, это Алиэкспресс. Вот эти иголочки. Я что-то не могу сообразить, как здесь размер смотреть. А, ну вот, не знаю, честно скажу, не могу понять. Они все, мне кажется, все одно и то же. Вот, во всяком случае, здесь вот эти вот. Я заказывала 24-х две упаковки и 26-х одну упаковку. Но я не знала мне, кто бы мне тогда сказал, что там 24-е как... Ну, нет, они вроде как 24-е, как 24-е, достаточно толстенькие такие. А этот давайте посмотрим, что у нас из себя представляет. Так. Ну, понятное дело, на многоцветки свои заказала. Ну, а этим они пучки прям совсем, нет? Гляньте. Вот. Так. Ну, совсем, да, маленькие. Давайте сверим. У меня тут есть 24-я игла, то ли гамма, то ли какая, я не помню. А может, пони, может, гамма. Они прям совсем маленькие, вот эти иголочки. Слушайте. Так. Хотя нет. Норм-норм. На конгресс-трамин как раз пойдет. А это вот 24-й, который у меня есть, да? А это вот купленный, по-моему, это 26-й. Сейчас проверим еще другую. Слушайте, мои хорошие, я очень довольна. Вот это вот 24-й, который приехал, это которая вот у меня. И мне на ней толсто вышивать на страмине, а это которая поменьше. Ну, я, в принципе, довольна тогда всем. Ой! Ой-ой, резкости пропало, да? Резкости, вот, видите? То есть они нормально вообще, все хорошо. Я всем довольна. Спасибо вам еще раз огромное за то, что давали мне ссылочки на эти иголочки. Я очень довольна оказалась ими. Так что вот это вот маленькие, а здесь я даже уже и не... И не знаю, какая из них какая иголка. Сейчас будем разбираться. Ну, и ладно, я ее вот так воткну себе на раму. Тут все рядышком у меня. Количество я, конечно, не пересчитывала. Ладно уж. И пришло довольно быстро. Вот я теперь затарилась этими иголочками. Классно. На этом у меня все. Надеюсь, это видео вам было интересно и хоть немножко полезно. С вами была Оксана Дереза. Вышивайте с комфортом и подовольствием, здоровьем, мирного неба над головой. Пока-пока.